Кто бы мог подумать, но у Феофанаса появилось одновременно еще одно детище, на этот раз творческое. Композитор уже официально открыл детский творческий центр. На открытии, кстати, присутствовала бывшая супруга композитора, певица Евредики, со своим нынешним партнером по жизни и по сцене. Вообще, дружеские отношения с бывшими жены – понятие высокое. Стоит отметить, что не так давно пресса не на шутку взялась за имя Феофанаса ввиду скандала, произошедшего с ведущей Татьяной Стефаниту. На одном из выпусков передачи, ведущей, на которую он был приглашен, Феофанас был немало удивлен и возмущен внезапным показом в эфире его семейных фотографий, запрет на показ которых он лично ставил условиям своего участия в программе. Но редакция передачи, по мнению автора многих греческих шлягеров, обманным путем завладела фотоматериалами, воспользовавшись доверием его беременной супруги. За эфиром передачи последовал не один обмен любезностями с Татьяной через прессу. Ну и во время пребывания композитора в составе жюри конкурса X-Factor его имя тоже не обошлось без скандала. Тогда звукозаписывающая компания Sony Music, которая согласно правилам подписывает контракты с победителями конкурса X-Factor, обвинила Йоргоса Феофанаса в предвзятости при принятии решения о том, кто из учеников покинет шоу. Напомним, что кандидатами на вылет были грузинская певица Нини и 16-летняя тогда киприотка Иви Адаму. Феофанас предпочел оставить шоу именно Нини, хотя другая участница была явно в фаворитах конкурса. За обвинением последовали требования компании Sony Music вернуть Адаму в шоу, а в качестве улик предвзятости Феофанаса были представлены его имейлы, намекавшие на то, что у композитора не было определенного экономического стимула отдавать предпочтение киприотке. Так тогда грузинка Нини не только осталась в шоу, но и заняла второе место. Пока, правда, ничего не слышно о ее дальнейших продвижениях на музыкальном рынке. Будем надеяться, что ей повезет в карьере точно так же, как и ее соотечественница, певица Танте. А вот яблоко раздора Иве Адаму уже вовсе крутит свой второй клип на различных телеканалах и активно участвует в передачах и шоу. А для этого даже не пришлось ей и побеждать на конкурсе X-Factor. Кстати, возвращаясь к не совсем спокойному участию Йоргу Сацефануса в передаче Татьяны Стефаниду, заметим, что композитор не применил рассказать журналистам, что Татьяна, уговаривая его принять участие именно в ее шоу, весьма нелестно отзывалась о своей конкурентке Элене Менигаке. Что бы там ни говорила Стефаниду, Элене Менигаке тем временем получила в очередной раз премию любимой ведущей года на 13-й церемонии телевизионных наград лица 2009 года. Элене, увы, не появилась на церемонии, поэтому извинившись уже в своей передаче перед телезрительными организаторами премии и объяснив свое отсутствие тем фактом, что она пока не готова общаться с журналистами и отвечать на их часто каверзные вопросы касательно ее недавних семейных неурядиц. Так что приз за блондинку получил Илья Спсенакис, а среди других обладателей премии Ангелике Никололе с программой «Свет в туннеле» аналогом российской «Жди меня», сатирическая программа «Эллинофрения», сериал «Кровавые пески», журналист и ведущий Никос Хадзу Николау, а также Панайота Вланди, исполнившая главную роль в комическом боевике сериале «Черная полночь» Мавра Миссанехта. Кстати, должна признаться, что я в прошлом году достаточно внимательно следила за развитием сериала Мавра Миссанехта и получала удовольствие как от староумных атак, так и хорошо продуманного сценария. Ну вот, посмотрите, уже готовая греческая домохозяйка. Можно только, так сказать, фартук повязать и торты печь. Ну, не вижу ничего отрицательного в этом. И, кстати, из-за торты можно получить премию. Вот, как, к примеру, кулинарная передача «Сладкая наука» со стейлисом с Пальяросом. В этой передаче, кстати, много внимания уделяется кулинарным традициям разных стран. А в одной даже был предложен рецепт русской творожной Пасхи. Ну, надо отметить, что Пасха уже прошла, Виктория. Пора бы уже искать рецепт маринования шашлычков. Для пикника, для дачи. Обязательно займусь этим после передачи. Вернемся к греческому шоу-бизнесу. Заявление сына легенд греческого кино, актеров Алики, Войклаки и Димитриса Папа Михаила, Яниса Папа Михаила, стало одним из наиболее ожидаемых новостей на этой неделе. 40-летний отплеск блестящей артистической семьи, наконец, признался, что более 10 лет принимал наркотики. Начало кокаиновой эпопеи было положено сразу после смерти его матери, потеря которой стала для Яниса настоящим шоком. Не смог он справиться и с повышенным вниманием прессы, которая обрушилась на него вслед за трагическим финалом жизни Алики. В 2004 году умирает и отец Яниса. Так и не сложившиеся отношения с отцом выливаются в новый удар. Родитель в своем завещании лишает наследства собственного сына. А вскоре сына Алики Войклаки арестовывают. Июльским вечером папа Михаил под воздействием наркотиков вызывает полицию, сообщая, что ему угрожают в его собственном доме. Но полиция, приехавшая на вызов, находит в доме только кокаин, пули и коробки со смоторными средствами. Ну и самого Яниса папа Михаила, невменяем состоянии, с пистолетом в руке, пытающегося оброняться от никого. Сейчас герой новостей пишет свою вторую книгу о своей жизни, посещает психолога, пытаясь расстаться с наркотиками. И осознает, что из 10 наркоманов только двое по статистике могут оставить пагубную привычку. Он искренне надеется, что он будет одним из тех двух счастливчиков и сожалеет о том, что не может повернуть время спять. Что бы он сделал по-другому в своей жизни в этом случае? Как говорит сам папа Михаил, он бы не начал историю с наркотиками и изменил бы свои отношения с хорошими друзьями матери и со своими родственниками. Однако изменить семейные отношения к лучшему желают далеко не все. А вот греческие певицы так просто продолжают удивлять своими «теплыми» отношениях со своими родственниками. Не прошло и месяца с тех пор, как Джулия Александрату, ах, когда же выйдет новый триллер этой кинодивы, не знаю прямо, перестала общаться со своими родителями, обвиняя отца в давлении на нее и унижении ее достоинства на протяжении всех детских лет. Как ее подружка, опять-таки в кавычках, Саша Баста заявила, что она уже давно в обиде на своего отца, который оставил ее семью и не желает сейчас с ним даже разговаривать. Помнится, что несколько лет назад мать певицы Ангелики Ильяди жаловалась в эфире дневных программ, что узнала о рождении внука из газет, так как дочь, которая, кстати, является внучкой греческой легенды Кетти Грей, прекратила всяческие общения со своей семьей. А тут друг другая знойная певица Периди заявила, что уже несколько лет не разговаривает со своими родителями, которые по-прежнему не могут согласиться с ее профессиональным выбором, а также отсутствовали в самые трудные для нее периоды жизни. Ну, обосновать желание тех или иных представителей шоу-бизнеса выставлять на показ своей семейной неурядницы нетрудно. Как мы не слышали много лет про певицу по имени Периди и про ее сложные отношения, так и внезапно она вдруг нас проинформировала об этом в период, когда сама певица отчаянно пытается вернуться на сценическую поверхность. То, что называется пиар, нужен, а песен новых, да и событий жизненных не хватает. Ну, нельзя сказать, не сказать, что и про семейные истории певцов нашей Родины мы тоже мало наслышаны, правда. Все больше про новые приобретения, разводы, женидьбы, ну и про их творчество, конечно. И ты знаешь, что так рад, я сегодня к нашей передаче подготовила, подобрала пару песенок. Вот, и такую музыкальную задорную паузу устроим в середине передачи. Ну, давно пора. Давно пора. Вот, первая песня прозвучила в исполнении одного, ну очень спортивного мужчины, которому как раз в следующем году 100, где-то 60 лет. Но он все еще в прекрасной форме. Я предполагаю, что это Леонтьев. Он же любит выбрасывать какие-то спортивные, как сказать, кульбиты на сцене. Нет, Сократ, это не Леонтьев, но подскажу, что данный товарищ благополучно женат на бывшей супруге экономически печального известного субъекта по фамилии Мавроди. Кстати, греческого происхождения. Ну, я надеюсь, что ты не опять про деньги. Нет, я не про деньги, я про любовь. Ну, а вторая песня тебе, несомненно, понравится еще больше, я думаю. Во всяком случае, греческая редакция нашей передачи, увидев клип, не только сразу захотела учить русский язык, но и стала требовать пригласить певицу на гастроли. Причем срочно. Ну, заинтриговала. Итак, наша песня в эфире. Причем срочно.